Время новостей на нашем канале. В студии Наталья Шкода. Вот некоторые темы выпуска. В доме русского зарубежья открылась выставка к 150-летию Александра Бенуа. Архитектура будущего. О постройках выдающегося авангардиста Константина Мельникова. Верхний сад Петергофа закрылся на реконструкцию до 2024 года. Дом русского зарубежья имени Солженицына снова принимает посетителей. В музее открылась выставка живописи и графики Александра Бенуа. С подробностями Антон Николаев. Художник, сценограф, книжный иллюстратор, историк и пропагандист искусства. Все эти грани творчества Александра Бенуа представлены на выставке. Посетители также смогут ознакомиться и с работами Бенуа по искусствоведению, эскизами открыток. Кроме того, художник немало усилий прикладывал и к сохранению культурного наследия в годы революции, о чем писал в дневниках. Где он предлагает сохранить Шереметьевский дворец в коллекции как раз Эрмитажа и урезонить в нервных ретивах товарищей, которые собираются там устроить дом культуры. Особое место на выставке отведено театральным эскизом. Вот, например, набросок к первому акту балета «Жизель», поставленному для дягилевских русских сезонов. В данный момент Большой театр возобновил постановку в сценографии Александра Бенуа. То есть, собственно говоря, мы можем увидеть вот эти мотивы все сейчас заново, в начале 21 века, точно так же, как в начале 20 века, у Микли в Париже. Изящные, рафинированные работы, от которых невозможно оторвать взгляд, поделился своими впечатлениями от выставки Михаил Сеславинский. И для сравнения процитировал статью о художнике из Большой советской энциклопедии 1950 года издания. В творчестве Бенуа выражено его глубокое презрение ко всему, что составляет сущность человеческой жизни, а также его пессимизм, неверие в общественный прогресс. Что было бы, если бы бедный Бенуа вернулся в Советский Союз? И кто-нибудь решился бы открыть, скажем, в 1950 году выставку в музее. Директор в музее был уволен. Бенуа был бы исключен из Союза художников. На собрании рабочих заводов имени Михачева прошел бы митинг, и сказали бы Бенуа, он из Советского Союза, и он бы оказался опять в Париже. Из Парижа художник, как известно, так и не вернулся. Вскоре после эмиграции из Советского Союза в 1926 году он получил гражданство Франции, где и прожил до самой смерти в 1960-м. Сотрудничал с театрами Парижа, Рима, Милана, Лондона, Буэнос-Айреса, Сиднея. Не приняв перемены после 1917 года, Александр Бенуа нашел то, что искал в Европе, о чем недвусмысленно говорит и название выставки. Александр Бенуа — радостный труженик. Антон Николаев, Александр Кубасов, Новости культуры. В этом году Тульскому Кремлю исполнится 500 лет. Основные торжества запланированы на сентябрь. Подготовку к юбилею оценила министр культуры Ольга Любимова. Вместе с губернатором Тульской области она осмотрела Успенский собор Кремля, где сейчас идет реставрация, и посетила музейный квартал, который откроется к юбилею. Там заработают филиалы четырех федеральных музеев исторического, усадьбы Ясная Поляна, Куликово поле, музея Поленова. Экспозиция рассчитана на посетителей любого возраста. Это вот то, что мы стараемся сейчас с нашими учреждениями культуры, как раз в регионах интегрировать, когда есть абонементы. Когда семья приобретает абонементы, такая советская традиция, очень актуальна и сейчас. И они постоянно могут приходить в зависимости от вкуса семьи, возраста, тех, кто собирается ходить. И, собственно говоря, заниматься здесь на постоянной основе, когда это часть уже такой семейного привычного, ну, такого уклада. В Петербурге начались съемки многосерийного фильма «Седьмая симфония» о первом исполнении легендарного произведения Шостаковича в блокадном Ленинграде. Вместе с актерами в фильме участвуют музыканты оркестров Петербургской филармонии, Мариинского и Михайловского театров. Алексей Комаров побывал на съемочной площадке. Внимание! Каждой детали в фильме про блокаду не должно быть фальши. Зритель не простит. И не только Петербургский. Петра, пожалуйста, исходная. Готовимся к дублю. Весна 1942 года. На фронте небольшая передышка. Масштабное наступление. Ставка Гитлера запланировала на лето. Уже даже отпечатаны приглашения на банкет в честь захвата Ленинграда. Он назначен на 9 августа. Правда, немцы пока не знают о новом советском оружии. Его создатели Дмитрия Шостаковича, о котором Бергольц напишет. Этот человек сильнее Гитлера. Новое сокрушительное оружие — это седьмая симфония. Ее уже сыграли в Куйбышеве, Москве, Ташкенте, Новосибирске, Нью-Йорке, Лондоне и Стокгольме. А как же родной Ленинград? Руководство страны ставит задачу к 9 августа исполнить произведение и транслировать в немецкие окопы. Вот только где взять музыкантов? Те 15 из 105 человек, которые остались из оркестра радиокомитета, уже не могут даже ходить, не то что играть. Шостакович, когда написал партитуру и надписал ее для исполнения дирижером будущим, он написал двойной состав. Двойной состав — это около 80 человек. И, конечно, собрать такой оркестр, тем более в блокадном Ленинграде, это был невероятный подвиг. Сценарий фильма основан на воспоминаниях музыкантов и членов их семей. Над его созданием работали три года. Благодаря фото и видео документам удалось показать город с исторической достоверностью. В фильме покажут более ста локаций. Это и линия фронта, и заводы, и блокадные квартиры, и форты Кронштадта. В главных ролях — Елизавета Боярская, Алексей Кравченко. Он играет сотрудника НКВД. Мой герой говорит, есть внешний враг, а есть внутренний. Вот мой человек борется с внутренними врагами, но жизнь его сталкивает с неким человеком, который совершенно отличается от круга тех людей, в котором он вертится, крутится. Алексей Гуськов играет роль дирижера Илья Асберга. Человека, который искал музыкантов по всему городу. Шатаясь от усталости, он обходил госпитали. В морге одного из них нашел ударника. Много лет спустя Карл лично пишет. Заметил, как у него шевельнулись пальцы, после чего воскликнул. Да он же живой. Как люди в нечеловеческих условиях жизни создали вот эту гармонию, когда действительно перестали стрелять и транслировали видеть на позиции это исполнение. На экраны картина выйдет в следующем году. Увидеть фильм о невероятном подвиге можно будет на телеканале «Россия». Алексей Комаров, Алексей Купцёв, Олег Сколков, Петербург. В соборе Парижской Богоматери начались работы по демонтажу большого органа во время пожара. В апреле прошлого года инструмент практически не пострадал, но его необходимо очистить от пыли. Сейчас исторический орган разбирают на части. Работы продлятся почти полгода. Во время тушения пожара в инструмент попала вода, на нем осела свинцовая пыль. Восстановление, сборку и настройку органа надеются завершить в 2024-м. Это около 8 тысяч труб внутри и различные части инструмента. Много металлических и деревянных деталей нужно почистить и постараться удалить весь свинец, который есть в органе. В 130 лет исполнилось со дня рождения Константина Мельникова, одного из лидеров архитектурного авангарда. Всемирное признание на родине в Советском Союзе сменилось критикой. Его работы обвиняли в безидейности. Судьба зданий, построенных Мельниковым, оказалась непростой и сегодня. Москва — главный город мастера экспериментальной архитектуры. Здесь он родился и воплотил свои самые смелые идеи в жизнь. В день рождения Константина Мельникова во дворе его дома собираются специалисты по архитектурному наследию. Судьба этого шедевра авангарда уже не вызывает сомнений. После долгих тяжб здания и двор уже стали музеем. Мы видим, что на самом деле набор его творений значительно более широк. И к этому мы хотели бы привлечь внимание, к их состоянию. Проблемные, но это не значит, что пропала надежда. Есть надежда еще их отреставрировать. Сохранились аутентичные элементы. Сохранились конструкции, объемно-пространственные решения и многое другое. Многое утрачено, к сожалению, но какая-то нотка надежды все еще есть. Всемирную известность Константину Мельникову принес проект павильона СССР 1925 года для международной выставки в Париже. До настоящего времени он не сохранился. На родине архитектор проектировал дома культуры, гаражи и рабочие клубы самых необычных форм. Архитектор будущего он опередил свою эпоху. Но переживут ли его творения это наступившее будущее? Это один из основных русских архитекторов 20 века, которого много публикуют. Книг о нем изданном. Мы тут взяли трудно себя посчитать сколько. Получили около 150 книг только за последние 10 лет. Люди сюда приезжают посмотреть Мельниковы и видят они чаще всего здания, находящиеся в состоянии которых, скажем так, вызывает недоумение и серьезные опасения. То, что мы привыкли искать в других местах, на самом деле это есть здесь, в Москве. Москва в этом плане удивительный город. Представьте себе, у такого богатейшего вуза с такой колоссальной научной историей до сих пор не было своего большого концертного зала. В образе чеховской героини экскурсию по Мельниковскому ДК Каучук проводит Ольга Захарова. Она руководит студенческим театром Сеченовского университета. Именно медики займут здание. Проект восстановления уже готов и к 2022 году, как и обещают, здесь начнется совсем другая жизнь. Но пока реставраторы не понимают, что именно восстанавливать. Кирпичи были срезаны до уровня клеем. Исходные элементы убранства удалены на корню. Блеск и нищета наследие Мельникова поражает специалистов, но совершенно не впечатляют пользователи. Клуб фабрики «Свобода» реконструировали в 2000-е, полностью изменив интерьерное решение и изначальную планировку. Основная проблема — разные собственники и неспособность принять единое решение по наследию авангардиста. Зданию бывшей конторы Новосухаревского рынка повезло. Здесь один собственник и есть надежда, что памятник будет отреставрирован как положено. Какова судьба уникального гаража Госплана на авиамоторной улице, остается только гадать. Четыре собственника и не все готовы вкладываться в реставрацию. Пока у музеев есть идея создать единый маршрут по Мельниковской Москве. Главное, чтобы объекты на этом маршруте остались и в близком к исходному замыслу состоянии. Ксения Горова, Александр Подкох и Денис Красенков. Новости культуры. В театре имени Федора Волкова завершен ремонт основной сцены. В обновленном пространстве готовится несколько премьер с подробностями из Ярославля, Веста Черноситова. Пока ходят здесь только рабочие, а в углах лежат деревянные конструкции. Но скоро артисты вновь смогут ощутить атмосферу, которая царит на главной сцене первого русского. И оценить ремонт, проведенный на ней этим летом. Сцену выровняли, сбалансировали поворотные круги, позаботились даже об износостойкости покрытия. Вместо привычной краски использовали специальное масло. Здесь уже, если ты поцарапаешь планшет сцены, он уже не будет вылезать, вот эта белая царапина. То есть, все равно это становится черным. Первыми на прочность новую сцену проверят артисты Волковского, занятые в мюзикле Егора Дружинина «Еврейское счастье». Репетиции начнутся уже на следующей неделе. Кроме того, актеры Волковского готовят еще одну премьеру. Пока на камерной сцене. «Сирена и Виктория». Космическая трагикомедия об одиночестве. О том, как порой сложно найти общий язык людям. Слово «космос», оно было произнесено, поэтому вот вместе с художником, замечательным Алексеем Ватяковым, мы придумывали такое пространство, которое вдруг позволит тем людям, которые будут в зрительном зале, ощутить себя в центре мироздания. Сделать это они смогут уже в октябре. Волковский театр вошел в лонг-лист премии зрительских симпатий «Звезда театрала». Сразу в трех номинациях. Веста Черноситова, Николай Лебедев, Ярославль. Впервые за последние полвека Верхний сад Петергофа закрылся на реставрацию. Репортаж Дмитрия Пищухина. Древнеримские боги первыми покидают Верхний сад Петергофа. На время реконструкции мраморная скульптура Минерва и Меркурия отправятся в Рейненбаум. Такую масштабную реставрацию, парадный въезд в бывшую императорскую резиденцию, переживает впервые за последние 50 лет. Это же все требует замены, воссоздания, консервации. И каждый фрагмент надо найти мара-мара на вот. Надо сделать так, чтобы это было не видно, чтобы это было все как новое, вместе с тем подлин. Это огромный труд. Работы предстоит много. Истощены зеленые насаждения, заросли мхом дорожки и газоны, засорена дренажная система. Кроме того, требует очистки исторический коллектор с водой, которая питает фонтаны Петергофа, в том числе знаменитый большой каскад. Мы реставрируем то, что сейчас есть, то, что сейчас дошло до нас. Фонтаны, как были на своих местах, своего вида, своей формы, своего материала, в соответствии с предметами охраны, которые определены, никаких глобальных изменений здесь не произойдет. При жизни первого российского императора парадный въезд в Петергоф имел еще и хозяйственное назначение. Здесь выращивали овощи, фрукты и лекарственные растения, а в прудах разводили рыбу. Реставраторы обещают бережно сохранить элементы Петровского барокко. Верхний сад всегда был своеобразным зеленым вестибюлем перед въездом в просторную гостиную Петергофа. Идеальный образец регулярного паркостроения, созданный еще по наброскам Петра Первого, за последние годы заметно обветшал. И в первую очередь нужно восстановить идеально подстриженные деревья и кустарники. Реставрационная работа рассчитана на три года. За это время здесь должны заменить ограду, ворота, беседки и лестничные спуски. А дно будет неизменным. Вход в верхний сад останется бесплатным. Дмитрий Пищухин, Сергей Ищенко, Дмитрий Лукашевич и Александр Колкова. Вести. Санкт-Петербург. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok